Краевому музею изобразительных искусств Краевому музею, тем более художественный музей, он все-таки должен отражать те явления и проявления, которые в данную эпоху были. То есть мы хранители, мы должны объективно представить эту картину. Не всегда это получается, потому что финансирование не позволяет приобретать работы у художников. И вот мастера это понимают. И мы очень благодарны наследникам, авторам, родственникам, которые помогают нам комплектовать наши фонды. Вот такой пример это Феликс Волосенков. Послание из Петербурга. Так называется выставка работ Волосенкова. Они отражают творчество художника еще с 1980-х годов. Здесь и проработанные детали, и необычные фигуры, и буйство красок. Его произведения приковывают взгляд. Их хочется долго рассматривать. Картон, целлофан, обыкновенный холст, акварель и гуашь – все это сочетают в себе картины Волосенкова. Автор не специализируется на живописи. Он позиционирует себя и как художник, и как архитектор, и даже как художник-сценограф. И вот благодаря такому синтетическому, может быть, образованию, очень хорошему видению и пониманию разных видов, разных жанров искусства, сегодня он вышел на свою стилистику, которую, в общем-то, многие исследователи его творчества относят к такому экспрессионистическому направлению. И действительно, цветовик по духу, по состоянию, он очень цветной, он очень яркий. По архитектурному и сценическому образованию он художник, который выстраивает, конструирует этот мир. Петербургские пригороды, деревянные домики, дачи, затерянные в лесах, заросли кустарников – вот оно, лето в картинах Феликса Волосенкова. Послание из Петербурга буквально проносит нас в эти места и дает прочувствовать, какое оно – лето в культурной столице. По своей тематике выставка летняя и легкая, поэтому познакомиться с работами художника ставропольцы смогут до начала осени.